Тема памяти о войне сегодня вышла на первый план в российском интернете и местами за его пределами. Школьник из Нового Уренгоя выступил в парламенте Германии. И кое-что из сказанного будут обсуждать еще долго. Павел Матвеев о градусе эмоций и не только. Мероприятие в Бундестаде проходило в таком формате, который в принципе не предполагает скандала. Фактически оно траурное. Всенародный день скорби или день памяти жертв войн немцы отмечают каждый год. Президент произносит речь, все слушают оркестр и хор. В этом году впервые пригласили выступить школьников, по трое немцев и россиян из городов-попротимов Новый Уренгоя и Кассель. С совершенно благой целью. То, что это стало возможно в здании Рейхстага в 75-ю годовщину советского контрнаступления под Сталинградом, дает нам надежду, что наша общая память, терпимость и стремление к миру станут для нас нравственными критериями и требованиями достойного совместного будущего. Каждый из школьников заранее изучил и кратко рассказал историю одного солдата. Немцы рассказывали о наших, наши о немцах. Цитировали дневники. Чтобы подчеркнуть, война – это зло для всех, и смерть не разбирает национальности. Война в представлении Юлиуса – это абсолютная бессмыслица, ставшая тяжелейшим испытанием для всех. Очень надеюсь, что весь этот бред скоро закончится, и мы сможем вернуться обратно в Рейх, потому что с нас уже хватит. Чем больше мы узнавали о судьбе Ивана Андреевича Гусева, тем больше сопереживали ему. Он был чувствителен, образован, поэтичен. У нас, юноши и девушек, есть цели и надежды на будущее. Мы надеемся на лучшую жизнь, которой Иван Андреевич Гусев был насильно лишен. Дальше очередь дошла до Николая Десятниченко. В интервью нашему каналу он чуть раньше говорил о том, что любит историю, изучал документы о Сталинградской битве. И вспоминал рассказы своего прадеда. Мой прадедушка участвовал в войне. Он рассказывал именно про эти ужасные трудности войны, про то, как он четыре дня, он взял языка, рассказывал мне детально. Я вот немного помню, как он брал языка. И помню тяжело разводные пули, его ранило в голе ноги. Он всегда ходил с Россией, я помню, уже после этого. В Бундестаде Николай рассказал о немецком ефрейторе, который попал в окружение, цитата, в так называемом Сталинградском котле и умер, снова цитата, от тяжелых условий плена. Затем Николай поделился впечатлениями от поездки к месту захоронения солдат вермахта. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. При том, что общий посыл речи вполне соответствовал всем остальным, некоторые формулировки вызвали недоумение. Уж очень чувствительной остается тема войны спустя столько лет после ее окончания. Конечно, не все солдаты вермахта воевали на нашей земле за идею и по своей воле, но ведь они ступили на нее с оружием в руках и пусть по приказу, но убивали, какие же они невинные. Невинные жертвы сопротивлялись до последнего фактически в этом Сталинградском котле. Воевали за Гитлера, как их можно называть невинными жертвами. То есть по факту мы черное перемешиваем с белым. Отрывок из выступления мальчика быстро полетел по интернету. Комитет Совета Федерации по международным делам призвал проверить учебную программу гимназии в Новом Уренгое. В адрес властей полетели петиции пресечь искажения истории войны. Искажения нет, возражают педагоги. Нужно смотреть на суть, на тот посыл, который был заложен в его фразу. Для каждого учителя совершенно очевидно, что смысл, который ребенком был вложен в эту фразу, он был следующим. Он говорил о том, что для участников войны с обеих сторон война это всегда огромная трагедия, война это всегда жертва и война это неприемлемо. Он говорил о неприемлемости насилия. Мама Николая в интервью Арти рассказала, что речь они готовили долго и тщательно, но уже в Берлине ее попросили сократить. Что мальчик и сделал, как смог. Выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. И сын сократил выступление сам, без моего участия. В итоге остались одни обрывки. Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился. Мой ребенок отлично знает, кто победил в этой войне. Он изучает историю и знает, как расставлены приоритеты. Николай закончил свое выступление в Бундестаде фразой «Надеюсь, что на земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн». Но те, кто вешает ярлыки в интернете, редко дочитывают тексты до конца и вникают в суть. В адрес юноши понеслись проклятия. Реакция, конечно, страшнее даже, чем выступление. Сжечь его, уничтожить, предатель и так далее. Это возгонка ненависти. А нам и нужно все-таки быть поаккуратнее с этим. Мальчик, конечно, сморозил чушь, говорят педагоги. И ему, конечно, нужно объяснить, в чем ошибка. Но только делать это должны профессиональные учителя, а не диванные эксперты. И принимая во внимание всю историю целиком, а не пару фраз, лишенных контекста. Павел Матвеев, Иван Благой, Алексей Карипанов, Наталья Литовка. Первый канал.